Hello! Right to Life presents В наше время многие собаки просто рождаются на улице и проживают там до самой старости. Вечно больные, голодные и истощенные, они бродят по улицам в поисках еды. Для большинства людей это просто абуза, которая доставляет проблемы. Они не задумываются о том, что животное испытывает. Несмотря на это, люди продолжают выбрасывать на улицу своих питомцев, пополняя количество несчастных судеб. Это история о псе по кличке Чарли. Никому неизвестно, родился Чарли на улице или от него отказались хозяева. Сколько было ему лет и как долго он бродит один по миру, страдая от холода, дождя и голода. Но однажды его судьба изменилась, и ее переменам поспособствовал печальный случай. Пес получил травму в результате человеческой безответственности. Человек уехал, а пес остался беспомощно лежать у дороги. Ему удалось отползти в сторону и там остаться лежать. Силы были на исходе, помощи он не ждал, он привык надеяться только на себя. Постепенно он понимал, что скоро все закончится. Но к удивлению Чарли, к нему подошел человек. Раньше он бы убежал, но сейчас у него не было сил даже, чтобы залаять. Человека звали Жанной, и к удивительному стечению обстоятельств, она работала волонтером в приюте. Она немедленно связалась с коллегами, и на место приехали помощники. Пес не сопротивлялся, нет, по его глазам не было видно, что он понимал. Ему хотят помочь, он бы кусался и лаял, не давая себя в руки. Он не верил людям, они для него были источником боли. Он убежал бы прочь, но у него просто не было сил, поэтому он просто смиренно лежал, ожидая худшего. Его завернули в одеяло и положили в машину. Что чувствовал Чарли, никто не знал. Волонтеры слышали только его тяжелое дыхание и редкое поскуливание. Было ясно, что собаке было очень тяжело. Когда его привезли к ветеринару, Чарли еще сильнее ослаб. Ему немедленно поставили капельницу и взяли анализы. У собаки было сильное истощение, анемия, переломы и травмы внутренних органов. Никто не мог прогнозировать его будущее. Температура его тела была низкой, поэтому, поставив ему капельницу, дав необходимые лекарства и укрыв одеялом, людям оставалось только ждать. К общей радости, на следующий день Чарли поднял голову. Перед ним поставили миску с едой и водой. Собака осторожно приподняла голову, немного поела. Так продолжалось три дня, и на четвертый Чарли попытался встать. Это была робкая, неуверенная попытка. В его теле чувствовалась слабость. Но он смог это сделать. С этого дня он пошел на поправку. Ему сделали операцию, и с каждым днем ему становилось лучше. К сожалению, уличная жизнь оставила глубокий шрам на душе Чарли, и он плохо ладил с другими собаками и людьми. Несмотря на заботу людей, он по-прежнему продолжал не доверять людям. Он не понимал, зачем они его спасли и что они от него теперь хотят. К счастью, любовь может излечить даже самые глубокие раны. Постоянная забота позволила размякнуть сердцу Чарли и впустить туда веру, веру в новую жизнь и шанс на будущее. Шанс на жизнь в доме, а не улица, в кругу людей. Волонтер Эльвира взяла его к себе домой на передержку, чтобы Чарли смог адаптироваться к новому образу жизни. У нее также была собака, которая учила его по-новому контактировать с животными. Ему еще предстоит научиться новой жизни. Но как только у него получится, он непременно сможет найти новую семью. Пожелаем Чарли крепкого здоровья и удачи, чтобы он смог познать тепло семейного очага и теплоту объятия рук. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.